Я думаю, что сейчас тот самый этап, когда я готова к новому музыкальному откровению. Я бы хотела, чтобы вы знали про авторскую версию. Всегда я получаю большое количество вопросов на тему того, о чём, почему, в чём идея, где посыл. Я знаю, что некоторые люди достаточно прямолинейно всё видят. Но в данной ситуации, как и во многом творчестве моём, присутствует очень много аллегорий. Мы вместе с режиссёром из команды представили, что я прогуливаюсь по некому коридору, который символизирует мою жизнь, и захожу в разные двери. Это такие порталы воспоминания, события, которые происходили в моей жизни. И в прошлом году я очень много времени посвящала внутренней работе над собой и поняла, что очень важно выстроить отношения со своим внутренним ребёнком, который в первую очередь отвечает за мечты, за вот эту вот жизнь, огонёк в глазах. В первом кадре как раз мы показываем этот диалог с внутренним ребёнком, который уже обиделся. Там видно, что он недоволен, и он очень соскучился. У меня эта маленькая девочка, которая очень ждёт внимания, любви, заботы. В следующей комнате три девочки, которые символизируют разные грани моей личности, потому что я верю, что мы проживаем не одну жизнь и приходим каждый раз в свою новую жизнь с накопленным опытом из предыдущих воплощений. Я думаю, что внутри каждого из нас большое количество так называемых субличностей. И очень важно их признать, принять и, как говорится, дать им место просто в своём театре, позволить им существовать и быть. И дальше эта сцена с молодым человеком, которая, конечно же, символизирует отношения, потому что это очень важная часть нашей жизни, каждого из нас. Здесь вообще весь клип именно передаёт состояние, драматургию именно через язык жестов, через танцы. Здесь, мне кажется, ярче всего ощущается и видно созависимые отношения, когда большинство партнёров проживают хоть раз в этой жизни, когда ты встречаешь человека, ты погружаешься в него очень глубоко и начинаешь жить его жизнь. И в какой-то момент кто-то это осознаёт, кто-то не осознаёт. То есть этот период может длиться очень долго, у кого-то это короткие мгновения, но там очень ярко описана вот эта сцена, где всё равно в итоге важно направлять внимание именно в себя и в свою жизнь. За счёт этого, я думаю, что каждый из нас может быть счастливым и заходить в здоровые отношения в таком состоянии. И, наверное, сложнее всего поддерживать такое состояние. Подытоживая всё это, я понимаю, что все эти взаимоотношения важны, но самый важный человек, с которым нужно настраивать счастливые, искренние, гармоничные отношения, это, конечно же, сам ты. Переходите по ссылке и смотрите мой новый клип «Сильные девочки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова